Сейчас, всем привет! Это видео для всех, кто готовится стать родителями, кому вот-вот рожать, возможно, кто-то посмотрит его и скажет, о, точно вот это я ещё не купила. Самая последняя находка, лично для меня, из моего опыта, в конце этого видео. Поехали! Покупка номер один. Это ванночка, но не простая ванночка, а на ножках. Сейчас покажу. Вот так она выглядит. Она на ножках. Ваша спина после родов скажет вам прям спасибо, честное слово. Кладёте сюда младенца и моете его. Эта ванночка примерно на уровне моего попка, то есть я клала, мы с мужем мыли вместе сына, клали его, и я с этой стороны была, муж напротив меня, и мы мыли так ребёнка. А потом, когда он немножко подрос, вот эти штуки мы уже сняли и мыли его просто ванночки. Честно признаюсь, эта ванночка очень сильно облегчала нам жизнь, потому что я, кстати, думала покупать на ножках, не покупать на ножках, а в итоге всё-таки купила и вообще нисколько не пожалела, потому что, ну, действительно, оно того стоит. Это не супер дорогая покупка, но, поверьте, вы будете довольны очень сильно. И первые три месяца, примерно, да, первые три-четыре месяца будете быть в этой ванночке и просто кайфовать от того, что это легко, удобно и не нужно нагинаться. Поэтому я прям от души советую, честное слово. По поводу ванночки, хотела бы бонусом тоже порекомендовать. А потом, когда ребёнок подрастает, вот эту штучку мы убираем. И мы покупали так отдельно, вот такую вот горку, мыли его в этой горке, поливая ковшиком. Тоже очень хорошая вещь эта горка. Эта горка потом плавно перетекла в нашу основную ванну, потому что ребёнок растёт. Вот так тоже очень удобно. Вот, кладёте, ребёнок здесь лежит, и вы его моете, купаете. В месяц-два мы точно ей пользовались до тех пор, пока ребёнок вообще не стал сидеть самостоятельно в ванной. Вторая покупка — это такой вот позиционер. Он, на самом деле, очень дешёвенький, стоил рублей, не знаю, 400, по-моему. Здесь такие вот липучки, прикрепляете. Тут тоже липучка, прикрепляете. Немножко неудачно, ну ладно. Вот. И кладёте ребёнка. Да, я узко слишком сделала, но вы поняли, одной рукой неудобно. То есть на один бочок, на другой бочок, чтобы ребёнок не перекатывался, чтобы ему было удобно, комфортно. Этот позиционер я использовала практически с самого рождения до месяцев, наверное, 5-6. Эта вещь вообще абсолютно недорогая, но она очень полезная, поэтому тоже её очень сильно рекомендую. Следующая вещь, наверное, вам немножко непонятно будет. Я прикреплю лучше картинку, как это выглядит с ребёнком. Это чтобы ребёнок не будил себя ручками. Первое время с рождения, не знаю, месяцев до 5, мы мучились тем, что ребёнок постоянно себя будил руками, он не мог их контролировать. Я думаю, вы с этим столкнётесь и поймёте, о чём я говорю. А так кладёте ребёнка сюда, и вот так вот на липучке закрываете ему ручки, и вторым слоем, чтобы уж наверняка всё. Ребёнок спит и не будет себя руками, ему очень комфортно, и поэтому я тоже очень советую данную покупку. Примерно из этой же серии есть такой вот спальный мешок на детей постарше. Это я так бонусом говорю. Он у нас ещё так вот спал в этом спальном мешке несколько месяцев, наверное, пару месяцев скорее. В целом я бы ещё порекомендовала, сейчас же ещё скоро зима, похолодание, этот спальный мешок был бы отлично для домов, квартир, где не очень тепло, возможно. По крайней мере, у нас в Турции было прохладненько. Так, дальше. Это, конечно, возможно, для кого-то будет банальным, но вот этот вот, как выдра, очень полезная игрушка оказалась для нас. Мы пользовались ей месяцев до 7, наверное, представляете? Здесь просто музыка, белый шум, сердцебиение, что-то ещё я забыла. Вот, я что хочу сказать. Мы реально постоянно укладывались с этим мишкой. Ой, извиняюсь, с этой выдрой. Здесь успокаивающая музыка. Вот, например, он ещё подсвечивается, дышит, и я прям укладывала рядом с малышом, и вот они вдвоём спали. Эта музыка через полчаса выключается, а ребёнок продолжает спать. Внутри механизм весь втаскивается, эту штуку можно постирать, плюшевую, я так и делала. Честно, очень люблю эту выдру. Для меня это одна из тоже полезных покупок для новорождённого. Пожалуй, вот это вот тоже одна из самых основных важных покупок для новорождённого ребёнка. Буквально через пару недель я стала выкладывать его на этот коврик. Этот коврик у нас лежал на полу, и он разглядывал. Тут ещё висели разные игрушечки, сейчас их, к сожалению, уже нет, потому что, ну, он уже всё утратил свою актуальность очень-очень давно у нас. Он просто лежит у нас на третьем этаже. Здесь вот шуршалка есть, где-то там ещё была кнопочка, вот, и игрушки, повторюсь, тут висели. Ребёнок лежал на спине и залипал на эти игрушки. Потом научился переворачиваться, преворачивался на животик и разглядывал вот эти все узоры, шуршалки. В общем, всё это трогал. Видите, он какой у нас старый, грязный, мы его реально заюзали. Следующая покупка, точнее покупки, и я их в одну категорию сделала, это типа развивашки для ребёнка, для новорождённого. Возможно, кто скажет, что родовато, да, там, с первого дня жизни что-то такое делать, но как только у нас родился сын, буквально дней через 5-7 мы стали показывать ему чёрно-белые карточки. И сейчас покажу поближе лучше. Вот чёрно-белые карточки. Тут прямо даже так и нарисовано. 0-4 месяцев. Это просто на турецком языке. Мы показывали карточки, водили их перед его глазами влево, вправо. Он реально залипал. Он реально залипал. Прям с рождения. И месяцев до 3-х он прям, даже, наверное, месяцев до 4-х залипал. Потом, видите, здесь 4-6 месяцев. Их начали показывать. 6-12 месяцев. В общем, вот. Ну, поначалу, конечно же, мы все знаем чёрно-белые цвета, мы им показываем, потом уже цветные. Вот. Реально рекомендую, потому что он сильно фокусировал своё зрение, взгляд и прям был сконцентрирован на этих карточках. Я очень сильно советую. Вот. И пару погремушек. У нас были такие. По-моему, это Фишер Прайс. Тоже ребёнок лежал. И я вот так вот то с одной стороны ушко, то с другой стороны ушко. Ну, так вот делала. Вот так же вот этот жирафик. Ему очень нравился. Долгое время, наверное, с рождения и до полугода. Он прям его очень сильно любил. У него такой приятный звук. Видите? А, Чико. Вот это вот жирафик фирмы Чико. Да. А вот это вот Фишер Прайс. В общем, вот эти вот две, точнее, извиняюсь, три развивашки, так сказать, очень сильно советую для развития с первых дней жизни. Ну и самая полезная покупка, без которой я просто не представляю, как бы я справилась, выжила. Будь у меня второй, третий ребёнок, я 100% бы купила, будет повторная эта вещь. И я безумно счастлива, что в 21 веке есть такие штуки, потому что, когда родился мой младший брат в 2003 году, такого вообще не было. Блин, слава богу, что сейчас столько всего придумали. Спасибо всем. Вот, показываю. Это такой вот шезлонг. Покажу его сбоку. Он сейчас в более вертикальном положении. Он делается в более горизонтальном положении. Просто это муж делать я не умею. Ну, по крайней мере, одной рукой неудобно. Вот, кладём сюда ребёнка, застёгиваем его. И здесь такая есть ещё дуга. Блин, забыла её принести. Ребёнок утром просыпался. Я спускалась вниз на кухню, готовила, клала его на шезлонг. Сама готовила себе завтрак. Я там что, кашу варила себе. И Мэтт, сын, прекрасно лежал вот в этом шезлонге прямо на столе, на кухонном. Тогда же он ещё, когда родился, не переворачивался, ничего этого всего не умел. Он просто лежал, втыкал на лампочки, втыкал на переднем дуга с игрушками. Бывало, просто мы его клали и водили карточки чёрно-белые, погремушки. И вообще, если честно, вот у нас он часто проводил время в этом шезлонге. Хотя, говорят, возможно, не сильно рекомендуется, чтобы ребёнок постоянно там был. нужно прививать его и учить находиться как можно больше на полу. Да, мы на пол тоже клали вот на эту штуку. Я уже показала, да? Но, тем не менее, когда нужны были мне руки, а мужа не было рядом, например, я клала в этот шезлонг, и он там лежал. Некоторые его укачивают. Он так шатается. Сейчас не получается показать, потому что нету веса здесь. А так он ещё классно вот так вот укачивает ребёнка, он может даже там уснуть. У нас такого не было. Он у нас тут не засыпал, но есть такая функция. Я знаю, что некоторые мамы ещё и укладывают в этих шезлонгах. Этот шезлонг стоил 1000 лир. Это около 3500 рублей. Я знаю, что есть более дорогие фирмы, Baby Burn. Это стоит очень дорого, и, если честно, я не вижу смысла, и я не вижу разницы, как бы зачем. Я правда не понимаю. Хоть я и могла бы купить, да, подороже этот Baby Burn, я этого специально не сделала, потому что, ну, во-первых, я не знала с первым ребёнком, что пригодится, что не пригодится, и купила эту, и вообще ни капельки не пожалела. Так же бы с радостью подала кому-то её, но я не знаю, я не знаю, как тут всё давать. Я нахожусь в Турции, в общем, неудобно как-то. Вот. В принципе, на самом деле это вот всё, все топ покупок для новорождённого. Понятное дело, что берём в счёт всякие подгузники, всякие салфетки лажные, газотводные трубочки, список можно продолжать бесконечно. Я именно выделила то, что вот мне прям помогало, что чем мы пользовались очень много, что упрощало мне жизнь, что освобождало мне руки, так сказать. Вот. Поэтому такое вот видео. Спасибо всем за просмотр. Подписывайся на канал, поставь лайк, прокомментируй это видео, если, конечно, хочется. Можешь плохой комментарий писать, можешь хороший, как откликается. В общем, никого не пронуждаю. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.